Привет, друг! С тобой Аван, мы продолжаем играть на сервере Редмир, второй сервер, всё как всегда. И сегодня мы вместе с вами купим пару тачек из обновления, также сделаем небольшой конкурс. А я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня есть свой личный промокод, который находится в описании ролика. Вводи его при регистрации и при достижении третьего уровня ты получишь 20 тысяч долларов на свой баланс. Как иронично, что я свой Rolls-Royce покупал два раза, два раза продал, вон он ездит, это капец, просто мой Rolls-Royce. И ещё какой-то стоит. Лучшая тачка для понтов, как мне кажется, именно Дауна, потому что он кабриолет. Ай, секси-бой, 222, привет, 222, вернее, привет. Короче, покупаем самую лучшую тачку из обновления, это же, конечно, не 39, потому что я скупая не едет. В конец, в конец, в конец, в конец, в конец. Кстати, информация о конкурсе будет тоже в конце. Знаешь что, покупаем, 7555 она стоит. О, это можно что поменять? А, двери можно открыть, офигеть. И звуки классные. Давайте покрасим её в красный цвет, я думаю, да. Есть такой редкий цвет на неё, я не помню, как он называется. Если вы помните, можете написать мне в комментариях, что нам по номерам выпало. 922, блин, я почти по... Ну, кстати, 777 реки, он неплохо. Если бы ещё было 3 двоечки, было бы идеально. Собственно, можно Хуракан убрать отсюда. Так, запускаем двигатель. Ну, типа, обычная 525-ая. Обычная дорестайлинговая пятёрка. Ну, года какого-то там, 96-го, скорее всего. Кстати, чё по салону? Можно... Ой, подожди. Оп, у. Ну, типа, на ХЗ отрез, не отрез, а потому что здесь именно стоит вот этот мониторчик, типа от рестайлинга. По салонам особо не шарю, но то, что по внутрянке, это точно. Потому что это, можно сказать, тачка моей мечты. Не можно сказать, это так и есть. Я хочу в реальной жизни, вот, пацаны, кто посмотрит этот ролик, хочу вам заспойлерить. Вот в реальной жизни я хочу купить себе реальную 530-ую, только дизель BMW. У неё там 193 лошадки, 450 или 400 крутящего. С CH2 делаешь, щип и выхлоп выходят в районе 250 лошадиных сил и в районе 500-600 крутящего. И она будет ехать где-то 6,5-6 секунд до сотки. Это вообще неплохо. Знаешь, что мы приехали в тюнинг? Первое, это мы сделали... Это просто первая тачка салона, которую я буду покупать и фатешить. Но это означает то, что я её, конечно же, продавать не буду. Также в жизни тоже хочу взять такой под проект и сделать просто из неё фул рестайлинг, full M5. Но это будет 530-й дизель. Знаешь, мы ставим бампера, конечно же, M5 с чёрными полосами, потому что с белыми. Но это как-то тупо смотрится. Это выглядит, как будто кому-то было впадло вот это скотчем замазывать и просто поверх покрасили и всё. Сзади жопу, конечно же, M5. Потом пороки F-Style. Ну нет, не буду, это колхоз. Не хочу. Зачем? Это что у нас? Решётка-радиатор. Это ноздри, я так понимаю. Вот, конечно же, M5 и Black. А это что такое? Это типа F-Style. Ну не, не хочу. У нас должна быть настоящая пятёрка. Ну вот это форштайнер, вот это ставить. Нет, тоже колхоз не хочу. Жопа, это шильдики, Black, M5. На M5 тоже не хочу. Альпина вот, тем более, просто убрать маркировку. Это будет лучше всего. Белые поворотники. Это вбок, да? Это сбоку на крыле. Ну да, на крыле. Задние крылья M5. Стоп, а чем отличается? А, это диффузор. А задние крылья внизу. Мы, конечно же, поставим M5 с карбона. Или ещё, ещё. Но с карбона не хочется. Просто M5 поставим, я думаю. Вот так. Конечно, чёрное хотелось бы. Давайте поставим чёрное. Если потом можно будет изменить, мы изменим на другое. Так, передняя левая дверь. Это, так понимаю, зеркало. А, это молдинги. И зеркала. Ага, конечно же, M5. Только там M-ки появляются. Не хочу. А если так, то это просто в цвет, да? О, пусть будут такие зеркала, но не будет этого M. Я не хочу, чтобы где-то у меня было M. Задняя левая дверь. Это тоже не хочу всё не трогать. Так, так, так. Спойлер. Оп, спойлер. Я хочу вот такой маленький. Только его бы ищу чёрненьким. Но это слишком. Это прям большой. Не нужно именно вот такой. Прям маленький-маленький. M5. Дальше. Здесь только выхлопов доступно. Конечно же, у нас будет M5. И, конечно же, будет четырёхствольный. Это как-то... Ну, блин, одноствольный не особо смотрится. Вот. Здесь даже есть Акропович. Офигеть. Ну, такой неинтересен. Хочу. Четырёхствольный. Ох, ема здесь трубы. Шутка про бывших зашла в чат. Вот, как бы... Конечно же, надо Акропович. Есть здесь Тюн 2. Это как будто от Е60. Хотя вот это от Е60. Смотрится, кстати, просто. Просто белый. Лучший, чем Акропович. Ну, поставим Акропович. Вот реально. Хочу Акропович. Передние фары. Конечно же, рестайлинг и блэк поворотники. О, какие они сразу качественные стали. Задний тоже рестайлинг и white. К сожалению, нету Hello Black, которые вот эти... Задний ход белый и поворотник притемнён. Реснички. Ну, реснички это колхоз, да? Это прям колхоз? Ну, да, но не особо. Но не буду ставить. Сплиттер. Вот, сплиттер я думаю поставим вот такой вот. Или не ставить? Или ставить? Ладно, давайте поставим. Тогда давайте, если мы уже поставили сплиттер. Ворштайнер, да? Ворштайнер, да. Тогда мы ещё поставим боковую вот эту штуку. Салон М5, конечно же, ставим салон М5. Прочий. Плавник не хочу. Свет фар. Давайте сделаем вот такой вот, я думаю. Хотя зачем? Стоковый какой? Ну, желтит немного, ладно, давай. Под себя же делаем. Вот делаем вот этот 4300. Номерная рамка чисто black. Есть такая? Давайте сделаем ворштайнер, так как у нас весь обвес получается именно ворштайнер, поэтому его и поставим. Только давайте вот сбоку... А, это не ворштайнер, это F-Style. Ну, как-то есть какое-то логическое продолжение, поэтому давайте поставим. И всё, выходит всё. По тюнингу всё. Реально, мы всё поставили. И нас выходит 26800. Кстати, очень мало. Покупаем. Купить. Всё. Так, теперь идём в колёса. Хотя нет, давайте сначала... Хотя нет, колёса, да. Колёса сейчас, ну, разварки, конечно же, я другие не покупаю. Вот эти за 1600, ладно, шучу. С колёсами сейчас будет очень сложно, но больше всего мне нравится. Здесь есть такие колёса, которые они добавили в новом обновлении. Кстати, сейчас вам покажу. MG Edition 1 они добавили, на BMW поставить будет топ. Брабусные. Вот эти, кстати, новые бомбашни тоже прикольные. Чё-то они дорого прям стоят. Но вот эти, оригинальные M5 колёса. Блин, если бы ещё шильдики такие убрать, было бы прям идеально. Ну, есть, конечно, здесь... Это и Мерседес. А, это звезда, я думал, Мерседес. Ладно, тогда ставим вот эти колёса. Я думаю, ширину мы сейчас немножечко подправим. Покупаем. 10000 ещё ушло. Давайте сейчас, конечно же, внутрянку. Это радар-детектор, стробоскопы с делами ФТшной, полицейский сигнал... Не, давайте сигнал поезда, заглушка, нитро. Без ключа нитро не буду ставить. С62Б50, кстати. Это M5 двигатель. А, кстати, а можно вот посмотреть, как-то открыть капот? Нельзя, да? Блин, жалко, нельзя. Ставим за 10000 мотор, ЭБУ, пневмо, можно и вот такую. Хотя, блин, я же для себя делаю всё. Всё, хотя я никогда её не пользуюсь, так что пофиг. 33000 идёт на полностью ФТ, нитро, есть всё, да? Ну, получается, да. Поэтому 33450 улетает. И ещё. Так, чип поставили, настроили, теперь можно выезжать. Ой, ну это прям теперь балдёж. Только навалка, я капец. Ну, сидит прям, ай, да? Прям балдёж. А, ещё штанировку нам нужно будет сделать. Кстати, после выхода нового обновления, каждый второй, ну, каждый третий, ну, ладно, точно каждый третий едет просто на BMW E39. Хотя они её не хотели добавлять, сейчас каждый просто в третий ездит на ней. Кстати, это первый проект, на который можно было поставить такие диски, они выглядят прям топ. Топ. Цвет. Я не сразу покупал E39, я надеялся найти E39 в Хаме. Вот, например, вот такую сделать и просто идеально, но 80 тысяч я ещё не настолько уборолся, чтобы делать за 80 тысяч. Поэтому мы просто купим, как бы, глянец. Хотел я красный E39, но на самом деле в жизни я хочу себе тёмно-синюю. Просто лучший цвет, хотя эта голубая тоже топ, но есть тёмно-синяя, только ещё бы цвет этот найти, как бы. Поэтому покупаем, я думаю, вот этот цвет за 20 тысяч долларов ещё за цвет. Хотя он ничем, а не отличается, как бы, от этого. Хотя нет, отличается. Для себя делаем, ну да. Ну, один раз, ну да. Ну, ладно, всё, покупаем. 20 тысяч ещё улетает. Ещё бы смену на неё найти. У кого есть смена, напишите мне, пожалуйста, в ВК, потому что на эту тачку нужна смена. Так, а салон, и салон полностью меняется. Офигеть. Ну, можно салон, кстати, сделать белым, потому что вставки вот на руле есть чёрные, вернее, белые. А если салон чёрный, не так, да, давайте, поэтому сделаем салон белым, чтобы как-то хотя бы сочеталось. А, 225, она едет на этом бензине. Нужно слить вот этот бензин сразу и скатать как можно быстрее. А может, у меня, кстати, забагалось, что она не едет быстро. Всё возможно. Поэтому мы едем сейчас на станцию тонировочки. Поставим ещё там очень интересный номер на неё. И, в принципе, можем заканчивать ролик. Пацаны, кто не шарит, есть ещё тонировка в АЛАС, потому что я всё время ездил в АСФ. А вот вчера узнал, что есть ещё тонировка в АЛАС. Поэтому мы заезжаем. Красивые пацаны как бы не тонируют себя красиво, но просто без тонировки. Без неё неловко как бы. Поэтому чёрная, кстати, тонировка хотя бы недорогая, хотя бы что-то радует. У неё как она стелит. Ты шо, смотри, просто балдёж. Просто балдёж. Короче, пацаны, немножечко её занизили. Смотрится она прям максимально идеально. И сделаем ей максимально топовый подгон. Это Е39. Теперь нажимаем номера и поставить. И просто смотрим. И это выходит просто реально мечта жизни. Ну, такие номера это купить, это слишком мажором нужно быть. Ну, что такие номера стоят 36 тысяч гривен. Можете там в рубли перевести. Там где-то на два с половиной умножить. И узнаете, сколько это будет стоить. Ну, это капец. Ну, в принципе, пацаны, на этом всё. Вот такой вот видос вышел. Я надеюсь, вам понравился. На эту Е39 мы потратили 118 761 доллар. Ну, там ещё заправить и выйдет 120 тысяч. А, ещё номер мы не учли. Это, ну, где-то 140 тысяч выйдет вот эта вам М5. Ну, как мне она вышла. Напишите в комментариях, как вам. Купили ли вы себе М5 или нет. И, кстати, давайте разыграем, сделаем конкурс. Можно сказать, на 3 Е39 салона. Но покупать я их, конечно же, не буду. Я просто вам дам деньгами там по 10 тысяч. Поэтому устроим конкурс на 3 места по 10 тысяч. Всё, что вам нужно. Это, первое, подписаться на канал. Второе, поставить лайк этому ролику. И третье, опуститься в комментариях. И написать любой комментарий с твоим ID в ВК. Чтобы в случае победы я смог тебя отписать. В принципе, на этом всё. Ну, не забывай подписываться на канал. Здесь входит очень много годноты. Интересного, полезного и смешного контента. Нажимай колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики. И всегда смотреть их первыми. Ну, с тобой был Иван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.